Доброе утро, Днепр! Сегодня с вами Александр Рынбалович, мастер спорта Украины по карате, заслуженный тренер Украины, обладатель четвертого дана карате GKS и помогает сегодня мне Рынбалович Артур Александрович, кандидат мастера спорта, обладатель черного пояса, чемпион мира по карате GKS. Сегодня мы попробуем объяснить вам, как правильно страховался при падении, чтобы минимально оптимизировать травмы, которые могут возникнуть, но лучше, чтобы их не было. Итак, первое это шаг вперед. Начинаем приседать, и чем ниже присядем, тем безопаснее падение. Потом прижимаем подбородок груди, ложимся на спинку и ручками страхуем себя о землю. После этого поднимаемся. И после этого делаем так 10-15 раз. Опять приседаем, прижимаем подбородок, смотрим себе на грудь и голову на пол не опускаем. Это для того, чтобы при падении вы не ударились головой и не получили сотрясение. Вот. Этот же элемент можно выполнить, когда вас пытаются толкнуть руками в грудь, толкнуть руками в грудную клетку, и вы не собираетесь отступать. Вы можете выполнить толчок, и после этого нанести удар или в подбородок, или в живот, или между ног. После этого можно убрать ногу и повторить, если вдруг удар был неудачным. Удар в корпус. Это прием, выхват двух ног. Вот. Если противник к вам стоял в полуоборота и пытается вас толкнуть в плечо или нанести удар в лицо, вы можете сделать уклон и выхват одной ноги, и после этого можно нанести удар ногой по корпусу, ногой между ног, или убрать его ногу и с шагом нанести удар в открытую часть тела. Это может быть лицо или может быть корпус. То есть, если вы умеете падать на спину, то противник может просто вас толкнуть. Я буду толкать сейчас, и я могу его толкнуть очень сильно, резко, и чтобы он не получил травму, он может сделать перекат на спину и при этом выполнить страховку. Теперь он покажет вам, Артур, покажет падение на бок. Для этого можно присесть, да, шагнуть ногой в сторону и выполнить опускание на пол в боковое положение, при котором голова прижата, рука выставлена, нога сложена, другая нога стоит в положении сгиба. После этого он может выполнить то же самое в другую сторону. Это если вдруг вы потеряли равновесие и падаете, да. И при этом падении ошибкой будет, если вы будете упираться рукой, еще не упал, рукой упираться или локтем, вы можете травмировать локтевой сустав, или рукой, будете при падении упираться, вы можете сломать себе или кисть, или предплечье. Вот. Лучше все-таки убрать и сделать перекат, и при этом подбородок прижать к груди. Тогда вы головой не ударяетесь. После того, когда вы упали, можно голову опустить потом, это не страшно. При падении очень важно, чтобы ваша голова не получила удара землю или от твердой поверхности. И этот прием, который мы сейчас выполняли, можно выполнить, когда противник стоит вам пол оборота, схватил вас за одежду и пытается вас там тянуть. То есть вы можете при движении назад, когда он вас тянет, увлекает в какое-то помещение или там подворотню, вы можете задыгнуть за ногу и выполнить заднюю подножку и сделать тем самым добив. Вот. То же самое можно сделать, если вы противник сильно потянул и вы занимались футболом, вы можете сделать просто передачу мяча под две ноги и нанести удар противнику, который вас пытался увлечь. Также бывают случаи, когда человек спотыкается и падает вперед. Вот. То есть здесь очень важно уметь отжиматься, чтобы вы не получили травму. Вот. Бывает ситуация, когда на вас напали сзади, к вам подкрался какой-то хулиган и пытается вас свалить. Вот. То есть здесь при правильном падении вы убираете голову в сторону, чтобы не травмировать лицевую часть. И умея отжиматься от пола, вы мягко приземляетесь, поднимаясь. Да. Бывают ситуации, когда противник вас схватил, схватил и пытается нанести удар, боковой удар в голову. То есть вы можете блокировать это блоком, подвернуться и бросить через плечо. После этого можно нанести удар или рукой, или ногой. Вот. Ну, так как мы на тренировке, мы помогаем подняться друг к другу. Вот. Бывают ситуации, когда вам сложно выполнить прием, потому что противник очень тяжелый. Вам тяжело его поднять. Тогда мы просто можем наваливаться на противника, делать такие обнимашки и можем ногой цеплять его за ногу и, наклоняяясь, тем самым выводить человека в падении. Вот. Это может быть как снаружи, так же может быть и изнутри. Тогда мы, поворачиваясь, выводим его и наносим удар в какую-то часть тела. Противник на вас навалился или вас схватил, схватил и прижал. Тогда лучше зайти за его спину, обхватив его шею, сделать замок и перейти на внушение. Если тяжелее, держать его, то есть можно даже присесть. Тем самым усилить нагрузку на его шейный отдел, вызвать недостачу крови в голове и тем самым ему будет очень сложно это выполнить. Бывают ситуации, когда у противника оказался нож. Мы ему покажем элемент с закрытым ножом, потом покажем элемент с открытым лезвием. Бывает ситуация, что противник поставил вам ножик, упирается в живот и вы не можете отступить, потому что сзади уже препятствие. Это может быть стена, это может быть лифт и так далее. У вас ограниченное пространство. Тогда ваша задача как-то убрать в сторону, нанести удар в горло и после этого постараться выбить его. И после этого можно попытаться свернуть ему кисть и так далее. Вот. Ну и вариант, когда у противника нож и он вам его приставил к животу, вы почувствовали, что он колется и у вас нет возможности убежать, тогда вы должны просто расслабиться и нанести удар ему в горло. И после этого ножа у него нету, потому что вы его просто выбили. Такой же вариант будет, когда вам угрожают ножом и вы в испуге убрали руки в стороны, вы понимаете, что убежать вы не можете. Вот. И вы можете нанести двойной удар. И после этого нанести удар по шее и рукой нанести по макушке головы. Этого будет достаточно, чтобы вы себя спасли. Бывает ситуация, когда противник вам наносит удар ножом, нож очень опасен, вы увидели сверкающее лезвие ножа и на взмахе вы должны разорвать дистанцию и уйти от первого движения. На втором движении сделать блок, перехватив руку, нанести удар. И после этого вы можете уже вывести нож в другую сторону, и после чего он или упадет, или просто потеряет оружие и так далее. Бывают ситуации, когда вы можете использовать те же блоки, которые мы отрабатывали. Блок аги-луки, и после этого можно нанести удар по корпусу. Главное держать руку высоко, чтобы вы ножом не могли поранить противнику. После этого переходит захват и выкручивается рука, и после этого человек выполняет падение, потому что ему будет очень больно в кисти или в локтевом суставе. Бывают ситуации, когда вам прижали ножик и у вас руки внизу. Тогда вы не можете ничего сделать, вам нужно увернуться, и будешь толкать ножик вперед. Вот, ножик прошел мимо, прихватывайте, поворачивайтесь, и тем самым освобождайтесь. Вот у вас ножик, и вы можете нанести колющее движение, или выбросив нож, можете скрутить кисть, заставить противника упасть, чтобы нанести ему удар. Ну и заканчиваем наше занятие тем, что мы должны сейчас проверить свои суставы, подвигать. Если у нас все при вращении не вызывает болевых ощущений, значит мы удачно провели занятие. Делаем проверку своих кистей, которые были подвержены нагрузке. Проверяем их, проверяем, все ли у нас вращается. Если все вращается хорошо, мы подвигались, проверили свою шею, понаклонялись влево-вправо, потянулись, прогнулись, попрыгали. Если все в норме, значит вы молодец. И мы благодарим друг друга за усердие старания. Вот, ждем вас на площадке.